Здравствуйте! Представься пожалуйста. Я Иван Викторович Барков. Прибыл сюда из Сибири, из Иркутской области, из города Саянска. Где ты служишь? В бригаде Призрак 405-я снайпера. Кем ты был в гражданской жизни? Промышленным альпинистом. Но до этого еще работал в милиции. Службу проходил на границе на Тувинско-Монгольской, в погранной СК. Войсковая часть 2061. Что тебя сподвигло приехать в облучение? Пришла мысль такая, что, блин, кто-то должен это сделать, кто-то должен бороться. И это, наверное, простимулировала борьба с фашизмом, с негативом, который идет с запада, который навязывается нам. Во-первых, это развращение общих человеческих ценностей. Моральные принципы у нас вообще опускаются уже ниже просто некуда. Гей-парады и всякая ерунда. Это вообще неприемлемые части, которые куда нас тянут просто. Нам навязывают то, что вообще чуждо человеческой морали. А тут уже началось такое, что начали убивать просто уже наглую. Мирное население просто начали уничтожать. Я приехал, чтобы отстоять дело дедов, отцов. Все боролись с фашизмом, чтобы не дать ему вновь вылезти наружу. Сколько ты здесь слушаешь по времени? Два месяца, третий месяц пошел. Самый боевой запоминающийся случай был у тебя? Ну, пока такого ошибка серьезного ничего не было. Привет передашь народу Украине? Да, передам привет огромнейший. Скоро мы придем и все-таки наведем порядок. А что ты можешь сказать частным батальонам и солдатам ВСУ? Ну, вот солдаты ВСУ бы лучше задумались головой, с кем они воюют. А вот частные батальоны, они еще получат свое. То, что они творят, это не забыто. И каждого ждет заслуженное наказание. Чего ты боишься? Ну, главное, чтобы... Я боюсь, чтобы наши дети не попали в такую кабалу, как вот, блин. Здесь вот что получилось, вообще разврат полнейший. И убийство сплошное идет. Чтобы у нас этого не было, чтобы это на корню здесь зарубить. Такое не должно процветать. То, что нам навязывается с запада, особенно с Америки. Как они ведут свою пропаганду, делая себя, не знаю, монополистами в этом мире, навязывая свой образ жизни. Вообще, я считаю, что человечество пошло не тем путем, который должен быть у него. Мало кто задумывается над смыслом жизни. Бригаде призрак пожелаешь бойцам, однополчанам. Что? Чтобы у всех было все замечательно. Чтобы когда война закончится, чтобы все вернулись домой. И занялись своей прежней работой. Да, и чтобы у всех были семьи, у всех были дети. Все были счастливы. Спасибо.